Всем привет! Меня зовут Эд и с вами проект Магнит. Итак, знакомьтесь. Его зовут Йен Ашер. Он неизвестный бизнесмен, ни актер, ни певец. Это обычный человек, который работал и жил ничем не примечательной жизнью. Просто в какой-то момент произошел взрыв. Нет, не думайте, это не террористический акт. Взрыв произошел внутри самого Йена, который в буквальном смысле уничтожил всю его жизнь. Дело в том, что вся та рутина и размеренность его бытия постепенно давили на него. Вся его жизнь представляла собой замкнутый круг одних и тех же событий, разговоров и происшествий. И круг тут все время сжимался, пока наконец не сдавил его горло, не оставив места для глотка воздуха. Одним словом, тут либо нужно было умереть, либо разорвать порочный круг. Йен сделал эти две вещи сразу. Он умер. Разумеется, в переносном смысле. Он стер прежнего себя и родился новым человеком, который выставил на ebay всю свою жизнь. И все это в 48 лет, когда многим кажется, что уже поздно что-то менять. На аукционе было выставлено все имущество. Все до последней ниточки, начиная с дома и заканчивая местом работы и условными друзьями. Одним словом, распродав все, он остался только при своем паспорте, после чего сделал это фото на память. Он словно сбросил с себя всю ту непосильную ношу, которая камнем лежала на его сердце. И теперь, свободный от всего, со сотней тысяч долларов в кармане он отправился в путешествие, где его ждали множество приключений. Йен написал список из 100 целей, на осуществление которых отвел символически 100 недель. В итоге он участвовал в беге с быками в Испании, занимался дайвингом с белыми акулами, даже присоединился к клубу любителей заняться сексом в полете. Побывал на кинофестивале в Каннах, даже сумел выбить себе маленькую эпизодическую роль в голливудском фильме, название которого, к сожалению, мы не нашли. Дальше он выучил французский язык, научился управлять самолетом, познакомился с Ричардом Брэнсоном. Тем самым миллиардером-основателем компании Virgin Group. Самым ярким же воспоминанием он считает плавание с самкой горбатого кита и ее детенышем в Японии. А также поездку на мотоцикле по стене смерти, ну и приключения возле горы Эверест с посещением острова Рождества в компании огромнейшего количества красных крабов. И это далеко не весь перечень того, что он успел испытать. Одним словом, эти два года стали лучшими за всю его 48-летнюю жизнь. Однако одним из самых важных моментов он все же считает встречу со своей любимой, которая случилась во время катания на собачьих упряжках. Ее зовут Мо, и она так же, как Йен, решив разбавить свою скучную жизнь, вырвалась колесить по миру. После знакомства они уже вместе продолжили свой путь, отправившись сначала во Флориду, потом отдохнули на Ямайке, а затем на Коста-Рике. И в итоге на оставшиеся деньги Йен купил большой участок земли у берегов Панамы и построил там дом своей мечты, где и остается жить по сей день вместе со своей любимой. Согласитесь, что это просто потрясающая история. Его зовут Адам Браун, но скорее всего вы о нем никогда не слышали. Он, подобно Йену Ашеру, жил той жизнью, в которой вроде как есть все – квартира, модная одежда, машина, стабильный доход, но нет одного – счастье. Ведь по своей натуре он был мечтателем, желающим изменить мир, но в итоге превратился в материалиста, тупо гоняющегося за баблом. Адам безрадостно плыл по течению, пока не врезался в глухую стену, сотканную из фальшивых нитей тщеславия и самодовольства. Тот мир, в котором он находился, обвил его в кокон из множества иллюзий, говорящих, что все в порядке. Все так и должно быть, что жизнь прекрасна, ведь у него есть все, о чем только можно мечтать. Однако в глубине души он чувствовал, что что-то тут не так. И несмотря на весь лоск окружающей его действительности, в реале это не больше, чем плесень. В какой-то момент, когда чаша терпения была переполнена, Адам решился разорвать цепь, сковавшую его, и вырваться из зоны комфорта. И первое, что он сделал, это купил билет в Индию. Живя в Индии, а позже путешествуя по Вьетнаму и Африке, Адам обрел душевное равновесие. Исследуя незнакомое, он словно исследовал себя. Познавая чуждое, он открывал новые грани своей личности и словно заново знакомился с самим собой. Он отошел от восприятия себя как бизнесмена, как карьериста, как мачо или сердцееда. Он открыл для себя нового Адама, обычного парня с добрым сердцем, желающего помогать людям. Однажды, гуляя по улицам Индии, он подошел к мальчику, прощащего милостыню, и спросил на английском, что бы тот хотел получить, если бы мог загадать одно желание. На что мальчик ответил – карандаш. Адам тут же организовал мальчику то, что он просит. И это привело ребенка в неописуемый восторг. Жители этой деревни объяснили парню, что малыш просто-напросто никогда не был в школе. Но видел, как другие дети пишут карандашами, вот и попросил. И тут в Адаме словно взрывом пронеслась мысль, что нужно открыть для таких детей школы. Меня просто шокировало, что человек может не ходить в школу, говорит он. Именно тогда я начал осознавать, что такова судьба множества детей по всему миру. В жизни бывают моменты, когда понимаешь, что ничего уже не будет так, как прежде. С этого момента жизнь Адама Брауна круто изменилась. Когда парень возвратился в Америку, у него в кармане было всего лишь 25 долларов. Но это не стало для него преградой. Вернувшись домой, Браун зарегистрировал некоммерческую организацию «Карандаш надежды», целью которой было строительство школы в Южной Африке и одном из городов Индии. Почти все, кого я знал, и родители в том числе, думали, что это полный идиотизм. У нас не было ни постоянного работодателя, ни генерального спонсора, одним словом, ничего. Стоит признаться, Адаму пришлось пережить много и пройти через горы трудностей, но он никогда не давал себе слабину и не останавливался. И Адам Браун не останавливается. Он планирует увеличить количество школ «Карандаш надежды» до 500 уже к концу этого года. Адам Браун не останавливается. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня это все. Мы надеемся, что данный ролик подтолкнет кого-то из вас к действию или как минимум вдохнет энергию. Ну и конечно, не забудьте оценить этот ролик и оставить ваши комментарии, ведь вы знаете, как мы их любим читать. До скорых встреч, ребята. Ваш проект «Магнит». Не унывайте.